всем привет меня зовут рустам я работаю в компании linkedin я программист я приехал с россии 7 лет назад живу здесь уже получается 7 лет 4 года программируем не или 5 5 лет уже как бы пойти компаниях но программирую где-то три с половиной четыре года я сейчас работаю как фронт-энд программист я раньше использовала angular я раньше работал на angular и потом когда перешел в эту компанию здесь компания пользуется другим фреймворком который не сильно популярен других компаниях и вообще среди девелоперов но они используют ember сейчас я работаю на ember js программирую работаю над consumer facing application который над социальной сетью которые люди пользуются самим программированием я занимаюсь года наверное три с половиной именно программирование до этого я работал кей инженером где-то полтора года и пока работал кей инженером мне не очень мне очень хотелось как бы пойти и стать программистом и я начал учиться и развиваться в сторону программирования пока я работал кей щеком и в итоге научился программировать сделал программу для моей той компании где я работал кей инженером и они меня повысили в программисты после этого начал работать на энгулере потом потом научился еще лучше программировать и нашел другую работу и ушел я отучился в университете в москве и но не программированию а автоматизации автоматизации управления в технических системах с электронными приборами что-то связанное было она мне к сожалению не дало ничего никаких знаний в программировании что я в принципе ожидал и и потом я пришел приехал в америку пошел в школу отучился на кей инженерах после того как я отучился я искал работу где-то наверное месяца 4 сходил на 5 интервью уже почти сдался подумал что что-то во мне не то меня не берут и поеду я домой а потом мне позвонили с одной компании пригласили на он сайт интервью и я сходил и получил офис первый я еще параллельно работал на работах других настройки я работал и мне тяжело было я полтора года отработал настройки мне не хотелось уже дальше работать на стройке хотелось же где-нибудь в офисе посидеть а я изначально когда когда даже хотел пойти учиться в университет я хотел стать программистом еще с 15 лет но в 17 лет пошел в университет пять лет отучился и выяснил что я не умею программировать потом мне нужно было как-то ворваться в айти индустрию я сюда приехал начал писать имейлы всяким компаниям посылать свое резюме резюме и никто мне не отвечал я начал писать в разные маленькие компании у которых какие-то веб-сайты есть что я не могу бесплатно сделать веб-сайт только давайте договоримся просто чтобы я у них как будто бы работаю ничего не помогало и я вошел войти индустрию через кей но сразу знал что я хочу пойти программировать так получилось что у меня команда была русскоязычные ребята были команда с ними я сейчас дружу очень очень близко они мне очень сильно помогали когда я начал писать какую-то программу в той компании они мне помогали с программированием я у них спрашивал таким образом я перебрался девелопер я работал с ребятами backend инженеры были все в основном и я начал программировать на си шарпи backend потом был один фронт-энд инженер который тоже что-то там писал какую-то какой-то часть фронт-энда и у него я научился фронт-энду собственно я написал программу для кей инженеров наших которая позволяет им который упрощает их работу во много раз показал эту программу начальником они одобрили этой программы до сих пор пользуются а я как бы получил кредит за это сказали одобрили мне быть наполовину ки щекам наполовину программистом я начал программировать помимо си шарпа я я java script знаю я чуть-чуть просматривал java c++ смотрел немного но чтобы прям программировать я умею хорошо на java скрипте и на си шарпи ну и на джави собственно потому что она примерно такая же как си шарп к работе фронт-энд разработчика во-первых ну на самом деле нужно понимать как это работает все а чтобы это понять нужно хотя бы немножко знать некоторые технологии это как css html и java script это как бы неотъемлемая часть фронт-энд разработчика если человек хорошо понимает вот эти три три технологии он легко может научиться делать все что угодно на фронт-энде фреймворк я бы не советовал сразу кидаться в него потому что он абстрагирует тебя от реального джава скрипта и ты не совсем можешь понимать что именно происходит у тебя и ты как бы сможешь программировать но ты не сможешь понимать что происходит за кулисами поэтому лучше сначала научиться на джава скрипте программировать на чистом джава скрипте а потом уже смотреть в сторону фреймворков на позицию фронт-энд разработчика спрашивают вообще разные вопросы бывают несколько раз даже было что спрашивали просили написать css на доске что я думаю очень такая тяжелая работа обычно css это не то что ты так хорошо умеешь делать в основном не то что хорошо умеешь делать ты не хорошо умеешь запоминать вот это все все сессии и просили архитектуру какого-нибудь приложения сделать просили дизайн задизайнить систему какую-нибудь допустим могут сказать вот чат приложения давайте поговорим про ватсап скажут допустим как бы ты задизайнил бы архитектуру ватсапа и когда я говорю задизайнить это значит не не юай часть а именно архитектура кода всего приложения и ты должен рассказать подробно что как почему как бы ты обошелся с такими-то проблемами как бы ты решил это если сделать свой чат ватсап допустим на веб сокетах вы поймете много если вы сами это сделаете будете понимать что именно происходит конечно там много чего нужно использовать ты будешь использовать все технологии все трюки какие многие трюки асинхронные там трюки какие-нибудь для для чата в принципе если ты напишешь чат который будет хорошо работать и который будет хорошо структурирован то тогда можно сказать что ты готов стать программистом когда я ходил на собеседование я не сразу понимал что мне отказывают как как и всегда они тебе улыбаются говорят что все прошло классно мы вам мы с вами свяжемся и ты уходил как бы в нормальном настроении и потом через несколько дней мог получить отказ email что мол спасибо вам за то что вы с нами проинтервировались к сожалению вы нам не подходите или как-то как-то более как-то более деликатно отказывали иногда вообще не отвечали но это очень редко когда ты на он сайт пойдешь что они тебе не ответят это бывает редко иногда когда когда отказывали было неприятно не совсем понятно было почему потому что они не не говорят причина отказа причин могут быть сотни они ты можешь быть очень крутым специалистом ты можешь ответить на все вопросы и даже во время интервью научить кого-нибудь чему-нибудь но причина может быть в том что ты допустим разговариваешь невежливо и или как-то нет не тактично общаешься и получается люди не хотят тебя брать к себе на работу потому что им с тобой работать им с тобой общаться каждый день тебя видеть коммуницировать с тобой им это не особо хочется нет бывало что расхождение культуры компании и твоей это иногда видно а иногда не совсем потому что когда ты приходишь в компанию какую-то интервьюироваться ты в принципе чуть-чуть подстраиваешься под их культуру если они какие-то там молодые веселые хотят тусить вся команда такая ты как бы ты как бы с ними общаешься на их волне и в принципе ты может быть и вливаешься то есть прям сильного сильного расхождения я не встречал чтобы сильно расходились интересы людей которые работают в компании и мои интересы допустим очень часто такое бывало что что я очень грамотно четко и все ровно рассказал ответил но почему-то получаешь отказ и вроде ты пообщался со всеми очень приятно люди улыбались общались с тобой там ты прям почувствовал что все тебе дали оффер как бы а в итоге ты приходишь домой получаешь вежливый отказ и без причины к сожалению я посоветовал бы просто не зацикливаться на этом и продолжать свои поиски несмотря на то что вам отказывают 1 2 3 10 раз 20 раз или же 30 раз как мне я очень много ходил на интервью и с технической части у меня может быть первые десять интервью я не был недостаточно был готов чтобы пройти техническое интервью где-то запинался но после десяти я уже как я же во время прохождения интервью готовился алгоритмы изучал изучал и дальше продолжал работать программистом после десяти интервью я уже знал все фишки как общаться с ними как какие вопросы не могут тебе задать как красиво ответить как сделать вид что ты не знаешь этот вопрос и ответить как будто ты только что придумал ответ и все равно после того как я знал все это я все равно не мог получить оффер еще очень долго и естественно это очень сильно напрягает ты начинаешь копаться в себе не понимать что произошло почему тебе отказали ты вроде все прошел пообщался хорошо с людьми ты не агрессивный ты общительный ты умеешь программировать у тебя есть опыт и тебя не бы не берут очень очень часто такое бывает просто нужно продолжать не останавливаться и добиваться своего никогда не поздно если ты хочешь заниматься этим делом если тебе это дело интересно возраст не должен тебе мешать заняться и начать учить программирование qa или что то еще нужно нужно быть усидчивым уделять хотя бы какое-то время каждый день своему делу тому чему ты учишься и не пропускать дни если ты начнешь брать паузы все что ты учил до этого быстро забывается если ты не практикуешься нужно просто каждый день систематически заниматься хоть какое-то время выделить час два сколько у вас получается если больше то лучше и заниматься этим делом и неважно вам 20 или 50 лет вам должно хватить полгода для того чтобы уже хорошо понимать что происходит вокруг жена изначально не хотела заниматься этим она абсолютно ничего не знала в этой индустрии и потом видимо жена увидела как как моя карьера продвигается вверх от кей до программиста и каким-то образом ее это заинтересовало она начала интересоваться всякими курсами и как-то наткнулась на курс на ваш курс на pacific academy мисс силикон дал мог бы сам научить но это занимает время очень много времени у меня которого может быть я смог бы найти но есть еще такой момент что человек лучше обучается когда есть другие люди которые учат то же самое на как вы считаете уж они они,... как вы считаете, как говорите это в норме но если часть ... ~~ 3 люди так называемые учители учителя они могут очень хорошо донести информацию плюс ты можешь общаться со своими сокурсниками по истечению некоторого времени да я уже замет замечаю что настя начинает спрашивать очень правильные вопросы и мне очень интересно начинает становиться общаться с человеком на эту тему и ты начинаешь видеть что человек уже понимает что происходит и может сам даже что-нибудь тебе подсказать один раз было такое что она подсказала мне кое-что что я не знал и это очень часто бывает не значит если ты где-то там работаешь где-то большой специалист какой-то это не значит что ты знаешь все тебе может прийти какой-нибудь джуниор и рассказать тебе какую-то проблему про которую ты не знаешь и рассказать тебе как ее решать знание очень могут разниться между людьми то что знает один человек не обязательно что должен знать другой но он тоже может быть хорошим специалистом если у вас нету технических знаний или технического образования и вы хотите войти войти индустрию киуэй а это очень очень можно сказать такой легкий путь в вхождение в эту индустрию если вы сомневаетесь хотите ли вы сможете вы или нет то вы сможете главное желание научиться можно всему если вы хотите если вы хотите научиться чему-то вас это обязательно получится главное желание упорство все получится всем спасибо